Я читать отсюда из Википедии не буду. Сюжет. Мы будем ее читать прямо из книжки. Но здесь я хочу обратить внимание на то, что чего нет в книге. Здесь говорится, что в 1968 году Александр Волков задумал сюжет очередной книги про волшебную страну. Вначале он планировал написать историю про вредоносных похитителей детей. Вот смотрите, он тоже об этом пишет. Поселившихся в замке Гурикапа. Замок должен был называться Альмансе по названию Иорданской деревни, которую Волков услышал по радио. Затем у автора появилась мысль написать книгу о космических завоевателях. Альманссорах с планеты Альманса, которые прибывают на Землю, и вот теперь внимание, для разведки и приземляются в волшебной стране. Космического сюжета просили и дети, поклонники серии книг про изумрудный город. Вот. И далее. Космический корабль, приземлившийся в волшебной стране, разведывательный. За ним следует целый завоевательный флот. Вот так вот. В финале истории Арзаки усыпляют всех без исключения медвитов. Сейчас мы поговорим. Самое главное – это разведывательный. За ним следует целый завоевательный флот. И вот, опять-таки, я это читаю впервые. Я об этом узнала впервые в подготовке к фильму. И это просто подтверждает то, что я говорила ранее в своих фильмах. То есть это как бы разведчики, которые сначала внедряются, которые развращают население, которые ведут подготовку. И далее за ним уже следует настоящее вторжение. Это целая воинская операция, как при любом захвате, который теперь существует на планете Земля. А вот как они появляются здесь. И их планы захвата восточных территорий, они всегда идентичны. Сначала идут коллаборанты, заселяются, внедряются десанты, которые маскируются под своих. И начинают, в общем-то, вводить разлад, начинают вводить саботаж. И далее за ними уже следуют основные войска захватчиков на подготовленную почву. Вот здесь в книге это тоже прописано. То есть это было не только Великую Отечественную войну. Но это было именно в тот момент, когда появляются здесь, так вот, я предполагаю, не более 500 лет назад. Не более. Ещё что здесь пишут? Блайстоун, переводчика всей Волковской серии на английский язык. Он отмечал, что втайне происходит очень резкий переход, вот в этой книжке «Тайна», заброшенного замка, очень резкий переход от средневековых технологий и оружия, которые на протяжении предыдущих книг употребляли жители волшебной страны, луки, катапульты, единственные на всю страну пушка. То есть мы видим, что нету технологий, да? И здесь вдруг, вот когда появляются пришельцы, появляется новое оружие. К суперсовременным летательным аппаратам и лучевым пистолетам. Лучевое оружие появляется. Кроме того, Блайстон считает, что пришельцы-господа, проработившие другую расу на своей планете, аллюзии на расу господ немецкого национал-социалистов, то есть фашистов. А если мы посмотрим описание этой расы господ, в расовой идеологии национал-социалистов предназначены энергетической расы, которую вследствие естественного превосходства суждено повелевать низшими расами и недочеловеками, принадлежавшим к расе господ. То есть вот у нас кто? Господа. Раса господ. Откуда господа? Господа – это пришельцы. Это то, о чём я говорила в своём фильме Анна Каренина, о чём умолчал классик. Значит, красе господ строго запрещалось смешиваться с другими расами. Я прошу вас запомнить вот это предложение. Все те, кто приходят на мой канал, потому что у меня будет информация по теме Мясницкой улицы, когда я буду делать полный обзор. И ближайший у нас 29 маршрут приходить. Очень интересно. Осталось два места, можем только взять. И вот здесь я скажу ещё одну интересную вещь. То, что касается вот этого смешивания и несмешивания, то, что напрямую связано с Мясницкой улицей и вот этим Ивановской горкой, которые считались более низшими в нацистской доктрине. Высказывается о немцах, как о расе господ принадлежат нацистским чиновникам самого различного ранга, в частности, ну и так далее. Мы народ господ и должны жёстко и справедливо править. Я выему из этой страны всё до последнего. Мы должны осознавать, что самый мелкий немецкий работник расово и биологически в тысячу раз превосходит местное население. Нормально? То есть это не людь, это не земляне. Они имеют другой разум, и у них технологии появились. Они дали, пускай это кучка была, но они дали неким наиболее подходящим людям под эту теорию, которые были уже развращены ими, они дали им это оружие. Сами, естественно, всем этим управлялись. И расе господ нельзя ни с кем смешиваться. Прошу это запомнить. Они не смешиваются с землянами. Они только берут, пользуются их биоматериалами, как ресурсами. Вот адренохром в том числе. Итак, приступим. Вот здесь такое оформление. Карта сказочная. Живуны живут. И вот инопланетяне. Летят инопланетяне. Летят они к планете, и до конца они не знают, что их там ждет. То есть это разведывательный корабль. Был здесь такой великан, который запретил жителям страны вспоминать о нем. Он удалился в свой замок. Замок уже потом был разрушен. Обитатели, в общем-то, были добрые. И они даже перевоспитали урфина Джуса. Был тут такой урфин Джус с его деревянными солдатиками. И урфин Джус тоже стал им служить верой и правдой. Хотя и продолжал жить. Хотя и продолжал жить. Вот он, этот урфин Джус. Он как бы отдельно от людей жил, был нелюдим, но он уже не творил зло. То есть жители этой планеты, они понимали, что они могут перевоспитать любого злодея. Вот такие они были добрые. В корабле, на корабле, обслуживающий персонал, это были обычные люди, полагается. И для того, чтобы они долетели до планеты и потом дальше работали на хозяев, которые, в общем-то, хозяин тут основной, главный генерал, грозный космический звездолёт с планеты Ромерия уже приближался к Земле. Он мчался в мировом пространстве с неслыханной скоростью 150 тысяч километров в секунду. И, как записал в борт-журнале «Звёздный штурман», инопланетян Каурук бороздил межзвёздную пустыню в 17 лет. «Время потеряло свою власть над людьми. Это было настоящее чудо. Если бы звездонавтов разбудили даже через тысячи лет, и тогда бы они проснулись точно такими, какими погрузились в сон». То есть они были приведены в состояние анабиоза. И главный генерал – это Баан-Нум, почти как Баал. Баал, Ваал и так далее. И вот у него спал слуга, или Сор, которого он называл. Ему нужно было уже этого слугу разбудить, потому что никто за ним не ухаживал, за этим вот Баан-Нум, за генералом. Всего несколько человек бодрствовали. То есть они, по всей видимости, имели более другую продолжительность жизни, чем рабы, которые на них работали. И вот Арзаки и Минвиты. Арзаки – это рабы, которые работают на Минвитов. Минвиты выглядят несколько иначе. Здесь они вот как бы, ну, может быть, действительно это прописано, как арийцы, на нордическое, более высокая раса. Ну хорошо, вот Арзаки. Кто такие Арзаки? Кто такой Ильсор? Арзаки очень приветливы, они доверчивы, как дети. И глаза у них внимательные, широко распахнутые. Очень похоже на русов описание. Арзаки талантливы. Среди них много художников, врачей, ученых, писателей, конструкторов, инженеров, учителей. Арзаки не только много умеют, они просто не могут не делиться тем, чего добиваются сами, со своими соседями, Минвитами. И делают это с великой радостью. Но Минвиты – люди коварные. У Минвитов есть верховный правитель Гван Ло, он еще и колдун. Он обладает гипнотическим, повелевающим взглядом и может приказать любому сделать то, что захочет. И только человек начнет протестовать, как Гван Ло посмотрит ему в глаза, тот сразу мокнет. Это колдовское искусство. Верховный правитель унаследовал его под страшным секретом от своих предков и обучил ему Минвитов. Он ведь сразу обратил внимание на то, что Арзаки – талантливый народ. А неплохо бы, подумал Гван Ло, этот талант заставить работать на нас. Еще раньше верховный правитель понял, что Арзаки – воспитанный народ, когда разговаривают, глядят прямо в глаза. И нет ничего проще применить колдовство, когда глядят прямо в глаза. Поплатитесь, голубчики, за свою воспитанность. Даже промурлыкал от удовольствия Гван Ло. Все вы уже рабы и, полагаю, будете нам верно служить. Минвитов он стал уговаривать, что они избранные раса Вселенной и им все можно. Другие разумные существа созданы лишь повиноваться им. И уговорил. Минвиты провозгласили себя господами-избранниками. Арзаков же – рабами. Это очень печальная страница истории Арзаков. Итак, здесь говорится о том, что применялся гипнотический взгляд. Ну, посмотрите, сейчас выстроят всякие там вышки 5G. Сейчас снимают биометрию, в том числе биометрию глаза. А кто сказал, что через вот этот съем этой биометрии не идет программирование, которое посылается прямо в глаз. Прямо в глаза. Плюс, что такое программирование? Это СМИ. СМИ, которые вводят людей в заблуждение. То есть, они фактически гипнотизируют их. Потому что здесь напрямую применяются все техники НЛП. Все рекламы, все слоганы, все, как ведут себя ведущие, они постоянно применяют методы НЛП. Тот, кто эти методы изучал, они видят эти приемчики. То есть, их видно. Поэтому знание есть сила. Когда-то мне говорили, что ни в коем случае нельзя изучать НЛП, потому что это очень опасно, это очень опасно. Это опасно только для тех, кто боится быть разоблаченным. Потому что надо изучать оружие врага, надо изучать то, что он применяет как гипноз, как манипуляцию. Иначе, как вы будете избавляться от этой манипуляции, как вы будете пресекать эту манипуляцию по отношению к себе, к своим близким, к земле, к своему народу. Как? Если вы не знаете этих способов, что это такое? Вот сейчас мы их распознаем. мы распознаем их сигналы, которые они посылают. Мы их видим, мы их читаем. Мы стали это читать. А раньше для нас эти их сигналы между собой, картиночки, которые они посылали, знаки всякие, мы не видели, мы думали, что это просто обычные какие-то интересные рисуночки. Оказывается, это шифровка, которую они передавали друг другу как сигналы. Сейчас мы стали разбирать эти шифровки. Мы разобрали шифровки их цифр, когда они свои цифры 9-1-1 делают преступление. Как правило, там есть или цифра 21-21, или 12-12, или 11-11, и 9-1-1. Очень много 9-1-1, это когда большая катастрофа какая-то происходит. Мы это уже все понимаем, что это не просто какая-то случайность, случайная, а это подготовленный акт, теракт против, опять-таки, коренного и истотного населения планеты. Вот смотрите, этот колдун, он почему-то выбрал определенных людей, вот минвитов. Он почему-то решил, что именно им нужно передать вот это свое колдовство, вот эти знания для того, чтобы управлять другими людьми, арзаками так называемыми. И что еще произошло? Арзаки талантливые, то есть бездари, паразиты управляют талантами и используют их в своих корыстных целях. Да, я согласна с этим, всегда старались присесть на плечи, всегда использовать дар, энергию, талант, способности и тебе ничего не дать, то есть чтобы ты на них работал, чтобы ты излучал вот это вот все, чтобы ты продуцировал идеи. Это тоже сейчас, кстати, это происходит и среди блогеров. Очень многие так называемые блогеры раскручены, они просто тупо воруют идеи и потом выдают их за свои. Не буду называть, в общем-то, но есть такие, которым я даже неоднократно об этом писала, но бесполезно, там совести нет, там есть тоже свой план, поэтому будьте бдительны в отношении так называемых раскрученных альтернативных блогеров. Здесь не все, так сказать, арзаки, что называется, здесь очень много минвитов. И вот что самое главное, за что они поплатились, это то, что они были очень воспитанные, вежливые, добрые, смотрели в глаза и вот в этот момент их и подловили. Еще прежде всего избранники отняли у арзаков их распевный выразительный язык. Это тоже прямой намек на то, что нам язык, по крайней мере, переворачивали, подменяли. И если у нас русский язык остался, то у европейской части и у многих других народов язык подменили на латиницу и он вместо распевного красивого языка он стал такой каркающий. Ну, немецкий язык он такой каркающий, гавкающий. Ахтунг, ахтунг. Здесь житель этот деревня быстро на регистрация. Так немцы говорят. Помните, как пел Александр III? Так немцы говорят. То есть сначала-то они обучили арзаков минвитскому языку не так, чтобы объясняться с пятого на десятый и объясняться с минвитами арзаки давно умели. Но теперь минвиты добивались, что арзаки знали их язык в совершенстве, как свой родной. Главное, что усилить они потребовалось. От природы любознательные арзаки проявляли сами большой интерес к языку соседей. Не ведая опасности, они все хорошо запоминали и очень быстро, одинаково, свободно говорили на своем языке и на языке избранников. Тогда минвиты запретили им разговаривать на арзакском языке, закрыли арзакские школы. Но ничего не напоминает? И сделали вот еще что. Притворились, будто приглашают арзаков в гости, устроили пир в парке дворца правителя, а там, на этом пиру, применили к арзакам свои колдовские команды. Ильсор хорошо помнит первую команду минвитов, она неизменно одна и та же. Гляди мне в глаза, гляди мне в глаза, повинуйся мне, чужестранец. Это действительно типичная гипнотическая команда. Когда гипнолог общается с субъектом и вводит субъект в состояние гипнотического транса. И с этой команды начался мнимый пир. То есть обманули, пригласили как бы вот на пир, а на самом деле применили колдовские чары. Арзаки, как люди воспитанные, глядели в глаза и были все заколдованы. Вот он вам здесь пишет, в общем-то, каким образом происходило вот это внедрение засланского корабля. И потом, когда уже были заколдованы населения, можно было внедрять орды захватчиков. Орды орков. Для примера фамилия Ходорковский расшифровывается буквально как Ходорков. Арзакам приказали совсем забыть родной язык и арзаки забыли. Случилась и более страшная беда. Избранники приказали забыть, что арзаки свободные люди и те забыли. Но я так полагаю, что это относится к народам именно Европы, потому что было онемечивание славян, это известно, что там были славянские территории, и онемечивание, они забыли свой родной язык. Сейчас они не говорят на своем родном языке, вся Европа. Они по-прежнему оставались изобретателями, учеными или художниками. Свои замыслы они сами и осуществляли, потому что привыкли работать не только головой, но и руками. Но это относится, наверное, к немецкой расе сегодня, да, они тоже остались изобретателями, они хорошо работают, но не забыли, кто они на самом деле. Вот так и получилось, что не одни превосходные полевые машины, станки, прекрасные произведения искусства, но и техника звездоплавания, космические корабли Минвитов, все было создано руками Арзаков, однако странное дело, их открытиями и знаниями пользовались отныне Минвитые. Они заняли значительные должности в промышленности и сельском хозяйстве по всей Иронире. Ой, кого-то это мне так напоминает, ой, что-то тут такое знакомое, знакомое. Они назывались инженерами, врачами, педагогами, агрономами, хотя исполняли везде на полях, на фабриках, в учреждениях одну роль надсмотрщиков. Ой, что-то такое знакомое. На самом деле, всем, чем считали себя Минвиты, были, конечно, Арзаки, но что-то открыв, изобретя, создав, они тут же забывали про это. Они как будто сами признали, что не годятся на большее, чем исполнять роль рабочей силы. Они мыли, скребли, ткали, пасли скот, растили хлеб, работали на станках, еще были слугами или поварами. И они действительно верили, что кроме работы, которую избранники зовут черные, у них никаких других дел нет. Это все в 19 веке у нас было, на наших территориях в том числе. Это вот той самой российской якобы империи, на самом деле римская империя, российская, это для отвода глаз. На самом деле Ри, она римская империя. Так уж постарался колдун Гван-Ло. Ну, Гван-Ло, наверное, это тот самый Яхве, другого как бы нету. Я так думаю, что это Яхве, это Яхве. Командир Бан-Ну, Бал-Ну, получается, из Минвитов. В нем есть то, что характерно для расы избранников. Ну вот, а теперь уже пошли. Это та самая элитка, которая является инструментом для главного колдуна. Минвиты сильные, красивые люди, кроме страсти к физкультуре, у них особое отношение к одежде. Она должна быть обязательно нарядной, латной, иначе Минвит окажется в таком плохом настроении, что и тысячи весельчаков его не исправить. Да, они стараются быть красивыми, господа, да, они стараются иметь красивую одежду, но кто-то за это все работает, кто-то трудится, пока они вот так развлекаются и наслаждаются жизнью. И вот еще, что здесь сказано, лицо Банну могло бы быть даже приятным, если не ледяное выражение, сковавшие сами глаза, сделавшие их как будто неподвижными. Минвиты уверены в себе, но такое выражение проступает не только от зазнайства. Минвиты совершили много недоброго арзакам, они навязали им свою волю, и чем больше плохих поступков у избранников, тем холоднее глаза. Ну, в общем-то, да, у некоторых нелюдей мы можем видеть то «глаза зеркала души», не зря же это поговорка такая «глаза зеркала души». И, в общем-то, если заглянуть в глаза, можно много увидеть. Либо действительно большую глубину, доброту, любовь, либо черную пустоту и абсолютную жестокость. Вот холодные глаза – это абсолютная бессердечная жестокость. И, может быть, и садизм, то есть их не разжалобить, им никого не жаль. Ильсор, этот слуга, он знает гипнотическое действие взгляда Минвита, когда человек, стоящий перед избранником, совсем теряет волю и идет за ним послушным рабом. Все на свете забывает, кроме одного, что он раб, и перед ним его господин. Опять-таки, как все похоже. Среди спящих звездонавтов на корабле есть арзаки, слесари, бурильщики, электрики, строители и другие рабочие, без которых Минвиты не смогут основать базу на земле. Руководить работой арзаков в еще неясных земных условиях будет Ильсор, который на время работ, помимо слуги генерала Баанну, станет еще главным техникам. Минвиты доверяют Ильсору, он бесконечно добрый, он самый послушный раб. Нет такого дела, с которым бы он не справился, и он никогда никуда не сбежит, потому что просто не может этого сделать, не спросив разрешения, как думают Минвиты. Ильсор окончательно просыпается, спрыгивает с коки. Мой генерал, отвешивает он низкий поклон входящему в каюту врача Баанну, рад вам прислуживать. Я знаю, снисходительно кивает генерал, хотя в душе ликует, потому что Ильсор без замедления приведет его в наилучший вид. Я знаю, повторяет он, ты предан мне до конца. Ильсор наклоняет голову в знак согласия, но тут же, решив, что этого мало, еще раз поспешно кланится. Ну, это прям технология талтеков, это вот по Дону Хуану, что называется, самый послушный из рабов однажды становится палачом своего господина. Ну, это классика жанра, что называется. Поэтому этим всяким Минвитом на нашей планете не следует об этом забывать, что не все скоту масленица, что называется, и Манада навсегда переворачивается. И не вечно маятник, он всегда качнется в другую сторону, не вечно веревочки виться, и каким судом судишь, таким у тебя будут судить, и какой мир имелишь, такой и тебе отмерено будет. Ну вот, то есть мы увидели много интересного, закодированного, связанного с сегодняшним днем. Еще раз говорю, когда книжка была написана, этого и близко было не понять, поэтому единственное, на кого кивали, это на ближайшее, это на немецкую расу, вот на немецко-фашистских захватчиков. А это, оказывается, гораздо глубже идет. Да, они представители этих самых оккупантов, но это все идет гораздо глубже в прошлое, и в 19 век в том числе, потому что основной захват, по всей видимости, он произошел именно в 19 веке. В 18 веке была очень большая подготовка, в 18-17. Так, Орхен-Жус, он замечает, он же теперь трудится вместе, ну, скажем так, он не делает зла, поскольку он изобретатель, и он живет в волшебной стране, он замечает мигающую звездочку, но пока никому не сообщает, потому что он не уверен, что это такое. А они летят и изучают планету. Они понимают, что планета обитаема, и что неизвестно, что их тут ждет. Они увидели, что здесь много исследователей, по всей видимости, потому что здесь много и кораблей стоит, и технологии они тоже увидели. Поэтому испугались, и внимание тут же раздалась команда срочно маскироваться. Замаскировались таким в полной безопасности. Корабль инопланетян приближался к Земле. Диавона, так назвали корабли, как спрут, выпустила из специального люка в корпусе звездолета темное маскировочное облако, окутавшее корабли. Никакой телескоп не смог бы впредь обнаружить громадину ромерийского звездолета. Вместо нее астроном Биллиора, то есть Земли, увидел бы бесформенное темное тело, но что бы оно значило, не разгадал бы ни один мудрец. То есть вот такие технологии существуют, поэтому мы можем не видеть эти звездолеты, инопланетян, потому что они маскируются. Так, первые дни на Земле, ну вот, они прилетели и поселились, нашли они островок и заброшенный замок. Вот, что еще я обратила внимание на, что урфенджуз, главе урфенджуз, огородник. Здесь говорится про новости. Новости жители волшебного города живут ни в чем, ни о чем не подозревая. Железный дровосек к страшиле премудрому пожаловал в гости. Степенно говорит Гуамо Кулатокинг. Это птица, ну, СМИ такое местное, только там все животные, там вещи, они имеют разум, сознание, и они общаются этой информацией друг с другом. То есть слово пожаловал, пожаловал, это вот мы теперь слово жалеть или не жалеть меня, то есть это уничижительное что-то, а пожаловал, это значит одарил своим визитом. То есть видите, уже здесь у нас тоже, я просто по ходу смотрю на эти вещи, подмена понятий слова жалость, это не жалость, вот как пожалеете меня, да, или пожалеете кого-то, а это пожаловать, значит, одарить чем-то, наоборот, добавить, а не уменьшить. Так, ну, жители слышат нарастающий гул, но не могут понять, что это, то есть корабль приближается, они не могут понять. Вот приземлились эти чужестранцы, поторопились приземлиться до утра, они полагают, что ночью на Беллиоре, скорее всего, спят, как и на Ромерии, и их прилет останется незамеченным. Откуда им было знать, что жителям волшебной страны как раз в эту ночь не спалось. Совершив последний виток вокруг Земли, корабль начал снижение по плавной траектории. Важно было не пропустить кольцо гор, а точнее то место у их подножия, где инопланетяне заметили огромный замок с черными провалами окон и полуразрушенной крышей. «Судя по всему, в здании никто не обитал и оно могло послужить на первое время неплохим убежищем». Это мы далее описывать не будем, потому что нам важно не саму суть, а что нам закодировали, что здесь осталось. Стали проводить... Да, вот здесь вот у нас в этой главе про Ильсора сказано, что Ильсор, он не просто раб, который загипнотизирован, самый послушный раб. Когда командир Менвитов задремал, Ильсор взял его бинокль, но не убрал, а тоже оглядел окрестности. Затем он подошел к группе арзаков, собравшихся расположиться на ночлег прямо под открытым небом. «Друзья мои», сказал он совсем тихо, «не теряйте надежды». А громко отдал распоряжение как главный техник. Утром приступаем к сборке вертолетов. Никто из избранников не подозревал, кто такой Ильсор. На самом деле самый исполнительный слуга, прекрасно разбирается в технике, знал о нем любой Менвит. А не знал вот чему Ильсор оказался более стойким, чем другие арзаки перед гипнотическими взглядами и командами колдунов. У него была более сильная воля. Он успевал принять вид покорного раба, прежде чем волшебство вступало в силу. Поэтому он слышал самые секретные разговоры Менвитов, которые не остерегались послушан, а значит совсем околдован. Из разговоров избранников Ильсор понял все, что произошло на Рамерии. Арзаки верили, только Ильсор может им помочь. Он что-нибудь придумает для их освобождения и выбрали его своим вождем. Мысль о свободе Арзаков никогда не покидала Ильсора. Другая забота его была о землянах. Судя по тем сооружениям на снимках, которые не укрыли от взоров вождя, Беллеру населяли разумные существа. Они не ведали об опасности, которую таил в себе взгляд минвитов. Предупредить их было прямой обязанностью Ильсора, хотя он и не знал, как это сделать. Но вот опять-таки мы видим то, что нас все-таки предупреждали и предупреждают. И мы раскрываем планы вот этих самых минвитов, потому что информацию к нам поступают от тех, кто рядом с ними работает и тех, кто не заколдован. А минвиты сами не могут разобраться, кто у них там тоже, в общем-то, шпионит за ними. Им кажется, что все у них под контролем, или они пытаются взять все под контроль. Вот сегодня, в наше время, они пытаются глобально контролировать весь мир. Поэтому они сокращают население. Для того, чтобы захватчикам планеты познакомиться с информацией о Земле, о жителях, ее населяющих, им необходимо узнать язык. Им нужно как-то, какие-то переводчики им нужны. Для этого они похищают местных местных жителей мужчину, женщину, устанавливают в их комнате так называемую говорильную машину. Говорильная машина – это типа магнитофона и в одном лице искусственного интеллекта, который перебирает слова, как кубики, и помогает осмыслить их захватчикам. Это один из моментов технических, которые они используют. Когда они узнают язык, уже машина становится таким переводчиком, и они могут понимать речь местных жителей. Когда они могут больше распознать, что здесь вообще происходит, чего им бояться, чего им не бояться, и как им дальше захватить и поработить эту планету. Для собственной безопасности они устанавливают вокруг такие радары. То есть это все очень похоже на современную жизнь, когда устанавливают камеры слежения, которые отмечают камеры любого слежения. То есть их можно поставить где угодно, в лесу, на любом расстоянии, и они будут улавливать любое малейшее движение, а также они будут распознавать, что это именно не животное какое-то, а именно этот человек может проникнуть через невидимую линию, через линию радара. еще технические средства у них есть лучевое оружие, но тем не менее им не повезло, они все-таки не смогли обмануть местных жителей волшебной страны, потому что у местных жителей волшебной страны у них были и гномы маленькие, которые могли обходить вот эти линии радара, но что под этим подразумевается, надо еще подумать, то есть какие-то технические устройства, которые могут быть невидимыми для радаров, они есть, такие технологии, плюс волшебные вещи, плюс звери, которые могли передавать информацию людям, жителям волшебной страны, и жители волшебной страны, они поняли, как отражать лазерное оружие, это в НЛП тоже психология есть такие техники, называются отражатели, отражение агрессора, отражение реакции, для того, чтобы не попасть под гипнотическое воздействие, под рапорт, как говорят, вот смотрите, когда гипнолог, он хочет присоединиться к человеку, да, чтобы сначала идет присоединение технически, для того, чтобы потом внушать ему свои вещи, вот обычно люди, которые не владеют знаниями, они понятия не имеют, что над ними проводятся манипуляции, что такое присоединение, то человек, который хочет завладеть вашим вниманием, он будет считывать с вас информацию, он будет повторять ваши движения, это называется присоединение, а в дальнейшем, когда вы уже присоединились, каким образом он проверяет, допустим, он потрет ухо, и вы в это время автоматически потрете ухо, вот для чего нужно осознанность, человек осознанно, он может и потереть ухо, для манипулятора увидит, что он ухо-то потер, но человек осознанный, он осознает, что он потер ухо, именно потому, что это сделал манипулятор, понимаете, как важны знания, знания и осознанность, что еще применяли жители волшебной страны для того, чтобы обезвредить захватчиков, они применили усыпительную воду, но что под этим подразумевается, может быть, буквально какая-то усыпительная вода, может быть, это алкоголь, или еще что-то во время войны, применяли алкоголь, местные партизаны и жители, которые с ними были связаны, они немецких захватчиков, которые находились в домах, и которые уже были, скажем так, у них была усыплена бдительность, они уже давно находились в этом стоянии, в деревнях там каких-то все уже у них было под контролем, и они начинали развращаться, им подсовывали самогонку, воду, и могли их сжечь вместе уже, всех вместе в избах, когда они были пьяны, ну, точно так же, как они жгли людей, и, в общем-то, они получали то же самое, какой мир и меряешь, люди боролись с ними как могли, выжигали их как тараканы в том числе, если была такая возможность, естественно, потом шли карательные меры, но вот такое, то есть усыпительная вода, что это, либо это действительно какой-то опиум, какие-то ферменты, либо это алкоголь, провели водопровод с помощью гномов, с помощью мышей в дома минвитов, где они жили, и усыпили их, то есть они были на какое-то время, они не были убиты, они были на какое-то время обезопасены, что ли, а в этот момент, в этом волшебном городе, минвиты заставили арзаков и местных жителей заниматься добычей изумрудов, потому что они увидели, что это город изумрудный, здесь очень много изумрудов, и под контролем, чтобы ни один камушек не пропал, но тем не менее, пропажи все-таки были, и арзаки, рудокопы, они заметили такую вещь, что если оставался случайно где-то камушек, небольшой камушек изумруда, ну куда-то он в одежду попал, или в обувь он попал, то арзак, он не подчинялся гипнотическому взгляду минвита, и вот они все вместе, те самые, которые не попали под гипноз, они раздали изумруд всем остальным арзакам и тем местным жителям, которые оказались пленниками, тем самым они не попадали под гипноз минвитов, и в общем-то им всем удалось благополучно с ними справиться, и с помощью Эльсора, вот главного арзака, вождя, который всех минвитов, они уже были усыплены усыпительной водой, их еще положили в состояние анабиоза, и вместе с кораблем они отправились назад на Ромерию для того, чтобы и там в дальнейшем освободить всех жителей вот этой планеты Ромерия, откуда они, собственно говоря, прилетели, которая была захвачена минвитами, но уже арзаки у них были волшебные изумруды, которые позволяли им не попадать ни под какое гипнотическое влияние ни взгляда, ни слова, ничего вот этих захватчиков минвитов, колдунов. Какой вывод мы можем сделать? Не надо никогда отчаиваться, Шарапов, как говорил Глеб Жеглов, да не имей такой привычки. На каждую хитрую, что называется, пятую точку всегда найдется еще более хитрое оружие. Никогда не надо сдаваться, никогда не надо сдаваться, надо изучать врага, противника, надо изучать захватчика, паразита, и надо применять техники внушения, влияния, все техники, которые он сам применяет, и другие техники, какие только есть в нашем распоряжении, для того, чтобы сбросить любое иго, потому что мы истотный народ на этой планете Земля, нас сюда поселил божественный разум, божественное присутствие планеты Земля, создана для прекрасной жизни, для любви, для созидания, она действительно прекрасна, если бы планету создавали вот эти вот Яхве, вот эти Минвиты или еще кто-то, она бы была безобразной, но планета нам дарит прекрасные картины себя, даже несмотря на то, что здесь она была еще более прекрасной, что здесь происходили катастрофические вещи, катастрофа, она все равно остается прекрасной, и мы любуемся ее закатами, ее восходами, ее флорой, фауной, воздухом, реками, озерами, утренней росой, мы любуемся улыбками детей, мы радуемся этому всему, мы хотим дальше жить в созидании, это правильно, это и есть то самое главное направление, и в общем-то мы понимаем, что уныние, страх, в который нас пытаются загнать в последнее время, вот очень активно, это как раз делают те самые Минвиты, но у нас должна быть более сильная воля, мы должны противостоять гипнозу, потому что они это делают только с помощью гипноза, у них нету реальных больших сил подорвать всех нас, но нету у них просто, это все блеф, один сплошной блеф, но они колдуны, и они колдуют, они применяют и лазеры, и радары, и усыпительную воду, и гипнотические взгляды, они все это делают, это все очевидно, но просыпайтесь, давайте противостоять вот этому гипнозу, тот, кто проснулся, противостоит, передайте изумруд другому, давайте иметь эти кристаллы, изумруды, но это не в буквальном смысле, а в таком в образном смысле, каждый человек может свою волю поставить на запрет, на подчинение запрету чужой воли, поставить запрет на чужую волю, может это мысленно сделать, в тот момент, когда у вас вдруг вот этот инсайт происходит, поставьте тут же запрет, запрещаю кому-либо внедряться в мое психическое пространство, в мое сознание, в мою жизнь, и тогда вы сами берете под контроль свою жизнь, я так это понимаю, я думаю, что вода камень точит, и все вместе мы все равно победим, потому что наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами, по-другому просто не может быть, это закон природы, так что всех вам благ, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, никогда не сдавайтесь, будьте всегда в прекрасном расположении духа, потому что в этом есть сила, с вами была Галина Конышева, до свидания, это еще не конец про Урфин-Жуса, по-другому, пока,